Николай Верич О нашей нечеткости, насилию, жестокости Мне кажется, это тоже очень важное обстоятельство нашей сегодня и сегодняшней жизни не только прошедших времен легендарных в этом отношении К сожалению, тут не только история культуры и повседневный опыт но и социология дает свои подтверждения вот, говорю об этом с грустью но, что мне кажется, философами-социологами в наши дни хорошо бы поближе приглядываться друг к другу так вот, в журнале «Социология. Теория и методы маркетинга» вот, недавно была вот можно найти поразительные статьи, которые показывают скажем, о ползучее нарастание ксенофобии при всем обилии благотожных фраз, которые мы слышим в нашей стране но, казалось бы, на всех углах сейчас о толерантности говорят и какие у нас основания для этого, тем не менее, ценах по вере далее, если сравнивать сейчас нашу благословенную жизнь и жизнь западную вот, опять-таки, расхожий лозунг вот, европейские выборы давайте, вот, европейские ценности вот, между тем поразительный контраст между тем, как люди оценивают скажем, открытость то есть, воскримчивость к другим вот, и свои корыстные интересы у нас и на Западе вот, в Западной Европе признание открытости ведущей человеческой ценностью куда более распространено, чем, скажем, в современной Украине вот, или доброжелательность у нас очень низкая люди ставят в иерархии личной ценности такой вещь, как доброжелательность считается, что это какой-то необязательный премьер в своей жизни главное, обладать властью обладать возможность распоряжаться какими-то ресурсами обладать в особенности навязывать свою волю к другим вот, что главное вот, доброжелательность, открытость это что-то такое, как бы на десне вот, и в этом плане повторяю, вот, современная украинская шкала ценностей значительно отличается от того, что мы можем видеть в Западной Европе хотя, возможно, и Западная Европа тут не в идеальном состоянии сегодня находится но, во всяком случае, у нас эта проблема стоит более остро так что, вот, к сожалению то, что наше общество сегодня не особенно расположено к альтруизму, к открытости, к чуткости к грехим к состраданию вот, это достаточно реальные факты, которые находят социологическое подтверждение вот, ну, а теперь я хотел бы перейти к своей теме тема моя прошу прощения какое-то, то, что я сейчас говорил я хотел бы просто представил вам подтвердить все впечатления от прослушанного доклада Александра Семеновича мне кажется, это очень важная, актуальная сегодня тема и, ну, как-то ощущается необходимость многое-много возвращаться к этим вопросам вот тем более, что смотря, хотя бы, наши сегодняшние телепередачи читая газеты да, как у Марины Светаевой читателей газет глотателей пустот вот эти пустоты сейчас у нас ну, чрезвычайно агрессивны вот, читаешь так и видишь себя, как бы, в состоянии так сказать, не улыбчивости, а оскальности по отношению ко всем, кто нас окружает вот а тема у меня казни точно я ее формулировал бы так казнь, как праздник к амбивалентности праздничного действия казнь, как праздник к амбивалентности праздничного действия вот такой теме меня подтолкнуло то, что вот первый ну, я слышал о том, что и на к амбии этого года и в дальнейшем вот на гуськинских сенях тема праздника будет в числе одной из основных вот, и в этой связи рассуждая о празднике вот, я ну, так-то почувствовал с определенного момента зацепку, что ли вот за вот этот страшный кровавый и вместе с тем по-своему праздничный и как ни дико это звучит феномен публичной казни вот мне кажется для того, чтобы ну, наше рассуждение о празднике о празднике было менее наивным нам следует подсчитывать и амбивалентность того как представали праздники в истории человеческой культуры вот и потенциал жестокости потенциал страшного который тоже заложен в представлении о празднике о празднике человеческом вот и так прежде всего самой теме праздник я не могу текаться с тем что праздники уже высказано в мировой литературе и то о чем может быть я бы со своим скромным опытом мог бы решиться сказать это опять-таки опыт того как входила тема праздника в нашу прежнюю советскую философию эстетику где она заявила свои права если говорить о послевоенном времени где-то начиная вот с конца 60-х с начала 70-х годов когда появились самые-самые первые переводы западных авторов у нас узнали кто такой Левистрос появились книги Масарева статьи переверзива где затрагивается эта тема вот и она как-то сразу касалась очень ко времени вот очень внятной для наших когдашних эстетиков вот и вообще как раз что стояло за этой актуальностью тем тогда очень живым и свежим интересом к проблеме праздника мне кажется вот то что латентно в этой теме была заложена некоторая альтернатива по отношению к очень важным и всевозможным тогда вещам связанных с сущностью марксистского аптелизма такой вот марксистской деятельностной философской системы вот понятно что парадигма деятельности практической преобразующей целенаправленной деятельности в те годы вышла на авансцену в тогдашней марксистской мысли и вот что она предполагала она предполагала в частности диалектику свободы и необходимости человек познает необходимость действует с необходимостью вот и познанием действия по необходимости это выгларует свободу свобода представляет собой свое другое необходимость она рождается в необходимо обусловленном человеческом деянии она снимает в себе практическую необходимость которая движет человеческая активность то есть без необходимости свобода бывает диалектические противоположности А тело праздника актуализировало видение свободы именно не как противоположности, а как альтернативу необходимости.